Когда человек ищет прощения с нашей стороны, мы сами, в свою очередь, прощенные Богом, конечно же, не имеем права ему отказывать. Но бывает другая ситуация. Бывает ситуация, когда мы ничего не сделали плохого человеку, но он имеет что-то на нас. Вот как поступить в такой ситуации? Именно об этой ситуации рассуждает Христос на горной проповеди. Он говорит, если брат твой имеет на тебя, а ты принес дар твой преджертвенник, оставь дар твой преджертвенником, пойди примирися с братом твоим. Что значит брат имеет на тебя? Он на тебя обижается. Может быть, он неправильно обижается. Может быть, он в каком-то неведении относительно тебя пребывает. Может быть, тебя оговорили в глазах этого человека, и он думает, что вы источник его бедствий. В любом случае, узнав о том, что кто-то негативно к нам относится, имеет на нас что-то, мы должны оставить дар преджертвенникам, пойти примириться с этим человеком. То есть сделать со своей стороны все возможное, чтобы этот конфликт приостановить. А если уж он сам не простит нас, это его решение. Главное, чтобы с нашей стороны у нас не было бы ни на кого какого-то вот такого раздраженного чувства. Как в Писании сказано, что надо иметь любовь друг к другу. Она должна доминировать. А если мы имеем какую-то обиду на людей или обижаемся на них только за то, что они обижаются на нас, нас это делают подозрительными, раздраженными, мы должны эти проблемы решать.